Слава Украине! Я хочу насамперед подякувать организации жены матерей, бойцов АТО, за все, что они делают. Тут много участников войны, все мы втрачали товарищей, друзей, боевых побратимых. Но втрачать родную человеку, члена семьи, человека, брата, сына, это очень тяжело. И я хочу подякувать насамперед цих смелевых женок за их мужность, за то, что они держатся, за то, что они показывают приклад другим, как любить Батьковщину, как поддерживать один одного. Низкий вам уклин! Хочу воспользоваться возможностью и обратиться к тем российским офицерам, которые были под Иловайской. Сейчас все это транслируется в интернете, и я знаю, что многие из вас все это смотрят. Многие хлопцы, когда попали в котел и выходили, общались вместе, вели переговоры с российскими офицерами. И они спрашивали, что вы делаете на нашей земле. И они рассказывали о бандеровцах, которые распинали мальчика, о том, что здесь убивают за русский язык, о том, что они пришли как освободители. А когда больше половины тех, кто там был на стороне Украины, смотря в глаза, говорили, мы сами говорим, у меня дружина украинская, я российская. Мы защищаем свою страну. Что вы тут делаете? И практически никто не мог из россиян с вот этим в глаза. Так вот, так званные господа российские офицеры. Вы очень любите песню «Офицеры, ваше сердце под прицелом». Так вот, не сердце, а ваша совесть и ваша душа. И не просто под прицелом, она проклята. Потому что вы пришли к тем людям, с которыми вы раньше жили, ну, во всяком случае, несколько десятков лет в мире, которых вы считали своими однокурсниками, которым, как многим из них, вы ездили в гости. Вы можете, конечно, теперь рассказывать всякое, но вы пришли на нашу землю, и вы убивали украинцев. Поэтому, что бы вам ни рассказывало телевидение ваше, вы уже прокляты, и я вам не очень завидую. По поводу, прежде всего, Иловайска хочу рассказать. Генерал Муженко, генерал Гелетей, генерал Назаров, эти люди, которые говорят, что они не будут отчитываться перед неспециалистами. Их великие подвиги, часть из которых вы видите вот на этих стендах, по их мнению, понятны только специалистам. Так вот, конечно, практически никто из здесь присутствующих, и бойцов Донбасса, и бойцов других подразделений, академии не кончали. Но в 2014 году, когда не было армии, которую возглавлял тогда, в том числе Муженко, хлопцы, многие из которых не просто не нюхали пороху, они не знали войсковой справы, встали на захист своей батьковщины. Они, я могу говорить за своих хлопцев, с которыми прошел войну, они с автоматами, с муляжами сделали все для того, чтобы в апреле-майе 2014-го так званая ДНР не расползлась на Велико-Новоселковский район, на Тельмановский район. Они участвовали тогда в Мариуполе, помогали хлопцам оборонять этот город. Они дали первый год бой под Карловкой. И после того, когда они вошли в состав Национальной гвардии, беспосредне наши хлопцы звельняли Попасную, звельняли Артеминск, звельняли Лисичанск. Они полностью выполнили свой долг в Иловайске. Но почему, по новой генералы, все те бои, которые хлопцы вели самостоятельно, заканчивались победами? А все те бои, которые вели под вашим руководством, заканчивались котлами? Пусть Порошенко, Муженко, Геретей, Назаров и вся та орда борзописцев, которые поливают дерьмом добровольцев все три года, выйдут сейчас перед людьми и расскажут про свои подвиги. Я думаю, не стоит делать риторической паузы, потому что все прекрасно знают, что никто сюда не выйдет. Меня спрашивали и просили еще раз рассказать, что было в Иловайске, потому что версий ведь очень много, хотя дело очень простое. Я знаю версии о том, что заплатили командирам добробатов, что они туда пошли, что это Коломойский всех туда послал, что сами себя окружили. На самом деле все просто. Если бы взяли тогда Иловайск, война бы закончилась очень быстро. Перед этим мы упустили возможность закончить войну в Славянске. Если вы знаете, Славянск был взят и закрыта последняя дырка, которой он снабжался, а это было непосредственно июнь месяц. И после этого Гиркина, Стрелкова так званого, вместе со всей бандой, около тысячи человек, спокойно выпустили в Донецк. Никто их не бомбил, никто не расстреливал. Вся эта банда зашла в Донецк и война началась с новой силой. Так вот, Иловайск важнейший железнодорожный узел. Если бы был взят Иловайск, возможно было уже окружение Донецка. И этим занимались по приказу начальника штаба АТО Назарова, командующего сил АТО и главнокомандующий ЗСУ Муженко, Збройной силы Украины. В частности, батальон Кривбас, масса других подразделений. Добровольцы долучились до этого 10-го числа, 9-го числа, 9-го августа. Четыре батальона Азов, Донбасс, Шахтерск и Правый сектор пошли штурмовать Иловайск. Дошли до Иловайска только Донбасс и Правый сектор. Азов и Шахтерск завязли в боях, дойти не смогли. Петрымки армия нам не оказала тогда, не было сил, говорят. Мы спланировали все заново и начали через 10 дней повторный штурм. Была задача, Донбасс и Правый сектор вместе с батальоном Днепро берут одну часть Иловайска, Шахтерск и Азов другую часть. Донбасс без единого погибшего обошел укрепление врага, зашел в Иловайск, взял свою часть города, закрепился, завел туда висковых и отрапортовал. И ждали смежников. По разным причинам, это пусть следствие устанавливает, туда не зашли другие подразделения. А дальше все очень просто. Либо дайте силы, чтобы все-таки взять весь город, либо выведите нас. Вместо этого в течение 10 дней максимум, что присылали на помощь, это несколько десятков так званых батальонов милиции. Почему так званых? Я уважаю этих хлопцев, но их было очень мало. Если один батальон рахувался там 30-40 осип, о чем можно говорить? До 100 человек все это было. Донбасс подтягивал свои резервы. Войск сядь в город не давали, выйти команды не было. После этого, 23-го числа, идет вторжение российских войск. Об этом докладывают, и это установлено не только следствием. Это установлено еще в 2014 году выводами парламентской комиссии, которая расследовала все это по горячим следам еще в сентябре. И все это обнародовала. Докладывают Муженко, докладывают Назарову. Их реакция. Я прошу прощения, я скажу дословно. Идите на, я вас посажу. После этого докладывают недобровольцы, военная разведка, офицеры, которые по долгу службы рисковали жизнью, фиксируя движение колонн. В следующий день идет, продолжается вторжение. Не ссыте, мы все это уже проходили. И не заводятся подкрепления, не выводятся войска. А 24-го числа, на следующий день после вторжения, дается команда подразделения Узбройных сил Украины, которая держала наши тылы Старопешева, выйти оттуда. Они выходят, туда заходят русские. А потом 24-го, 25-го, 26-го, 27-го, сначала родственники тех ребят, которые были там, потом журналисты, а потом практически вся страна кричала, что вы делаете. Еще можно было пробить эту линию. Она еще не загустела тогда. Через нее вывозили раненых, подвозили провиант. Дождались 29-го числа, когда уже несколько дней в землю, на пути захода в Валавайск, были вкопаны российские танки, бронетранспортеры, ждали выхода. После этого, что говорит нам сейчас данное следствие? Это прилюдно было на сайте Генпрокуратуры. Генерал Муженко вместо команды держаться, вместо команды выйти, либо вместо команды выйти в любую другую сторону, звонит заместителю начальника Генерального штаба Российской Федерации и начинает с ним договариваться о том, что наши подразделения выйдут якобы без оружия. Это будет зеленый коридор. Вдумайтесь, уже оккупирован Крым. Уже произошли вот эти все котлы, я имею ввиду, с российской территорией уничтожали градами и другими артиллерийскими системами наших войсковых. Уже впрямую Российская Федерация не только гоняла свои конвои, но и входила регулярными силами. И после этого нам заявляют о том, что он вступил в переговоры с заместителем начальника Генерального штаба Российской Федерации. После этого по неизвестной причине идет выход с оружием, хотя об этом было прекрасно известно. И начинается расстрел двух колонн. После этого погибшие, после этого раненые, после этого пленные. Я могу рассказывать об очевидении, когда был в госпитале, но я был на прямом звездку. С министром обороны, с начальником Насгвардии, с командующим Насгвардии, нынешним министром обороны Полтераком, с министром внутренних дел и в том числе с президентом. Они обещали, что хлопцы, которые уже очень большое количество было раненых, много погибло, но они держались еще в многополии, это пункт по выходу из Иловайска. Сейчас туда приедут две колонны Красного Креста и всех заберут. Эту сказку я слышал и транслировал хлопцам туда на протяжении двух дней. Никто не пришел. После этого часть людей пробилась своим, часть людей сдалась. А что было после этого? А после этого воюющую страну, которая пыталась отстоять свою независимость, как опухом по голове ударили Минскими соглашениями, в которых мы обязались амнистировать боевиков, предателей Украины, разрешить им выборы на Донбассе и много-много-много чего. Причем все это, весь этот текст был написан заранее. Так уж получилось, что Донбасс принимал участие и в следующей дебальцевской операции, в которой командовали те же самые лица. И я вам скажу, как организовывалось окружение в Дебальцево. Была дорога жизни, так называемая, это Артемовск, ныне Бахмут, до Дебальцево. И там шло снабжение. Дебальцево было в полукольце. В один прекрасный день воинской части Сбройной силы Украины, которая располагалась в Логвиново, это населенный пункт между, на дороге жизни, между Бахмутом и Дебальцево, была дана команда выйти оттуда, а ввести новую часть. Забыли. И в этот момент, по странному стечению обстоятельства, захваченного российскими оккупантами Углегорска, выдвинулась группа российских наемников, которые захватили населенный пункт Логвиново. И еще полдня офицеры, милиции, офицеры, нацгвардии, офицеры Сбройной силы Украины, которые спокойно ездили по этой дороге от Бахмута до Дебальцево, были просто расстреляны. И когда, знаете, через несколько месяцев, когда уже было оставлено Дебальцево, наши хлопцы, многие хлопцы с ЗСУ, меняли погибших попротивов на погибших с той стороны. Те люди, которые, некоторые из них, которые меняли, наши, были с прострелянными коленями, со следами пыток. Это все продолжалось полдня. А все в это время, по телевидению и по интернету, нам рассказывали, что все нормально, все хорошо. После этого, слава Богу, и слава нашим солдатам и офицерам, которые вывели войска из Дебальцево, окружения не произошло. Но второй раз, как обухом по голове, Украину ударили Минском-2. Многие пункты которого были разработаны не в феврале 15-го, а еще в прошлом году, в сентябре. Поэтому я дал показания комиссии парламента, я дал показания в прокуратуре. Я знаю, что за все эти годы много вылиток грязи, но эту грязь льют люди, которые боятся выйти и сказать это перед народом. Так вот, я обвиняю начальника генерального штаба, Муженко, я как потерпевший, в том числе, и по этому делу, да бог с ним, как человеку, у которого погибла масса боевых попротивов, который смотрит сейчас на их родственников, который смотрит сейчас на их мам. Второе. Начальника штаба АТО Назарова и министра обороны Гилеттея в серийном, как минимум, халатности. А если вспомнить, что это не один бой, а серия, если вспомнить, что их системно покрывает прокуратура, системно покрывает президент Порошенко, если вспомнить сдачу Крыма, вывод российских наемников спокойно из Славенска, все остальные котлы, оба минские соглашения, то я абсолютно уверен в причастности к этому президенту Украины Петра Алексеевича Порошенко. Я лично дал об этом показания. И поэтому, как бы вы не заливали кого дерьмом, мы от своих показаний не уйдем. Я объясню почему. Родственникам погибших нужна память. Многим нужно возмездие. Нам нужно, чтобы хлопцы наши погибли не зря. Они отдали свою жизнь за Украину, но не за то, что сейчас строят эту собачью будку Порошенко. Они отдали свою жизнь за ту Украину, которую видели на Майдане, о которой упоролись их предки. Я хочу, чтобы эта Украина стала реальностью. Второе. Идет война. И если мы не покажем, что за преступлением следует наказание, то не вернется ни массовое доверие к руководству армии. И мы будем попадать в те же самые котлы. Мы несем свой долг перед теми, кто жив еще, перед теми родственниками и мамами, которые отдают своих детей в армию. Так вот, я хочу, чтобы они доверяли своим командиром. Поэтому, скажу вам честно, при нынешней власти вероятность передачи дела в суд ничтожна, потому что дело полностью расследовано. В деле установлены все факты виновности. И все эти разговоры о том, что это помилки не касаются на самом деле причины, по которой погибли хлопцы, если обнародуются эти все дела, это все выяснится очень быстро. Один из трех человек, про которые я сказал, генерал Назаров, начальник штаба АТО, уже осужден судом по делу Ил-76. Все вы помните это дело? В Луганском аэропорту был сбит наш самолет с десантниками в 2014 году. И выяснилось, что и Муженко, и Назаров знали о том, что готовится это действие. Им приходило и от СБУ, и от военной разведки. Эти документы были обнародованы в суде сообщения. А он говорил, я не знаю, я не верю. И поэтому мы должны все вместе не только поддерживать мам, не только поддерживать жен, сестер, других родственников. Мы должны сделать так, чтобы хлопцы, которые сейчас на небе, вместе с небесной сотней, вместе с другими людьми, которые погибли за Украину, знали, что точка в этом деле поставлена, что правда она восторжествует. Так вот, я лично обещаю, что пока я жив, я сделаю все, что после смены власти не убежал никуда ни один, ни второй, ни третий. Я не возьму денег, за как взяли деньги за бегство Януковича, потому что для меня память о моих товарищах дороже. Это я могу обещать точно. Так что давайте все вместе бороться, поддерживать друг друга, и я абсолютно уверен, что Украина победит. Извините за такой долгий спич, я хочу ответить на вопрос по поводу закона, о котором идет речь. Дело достаточно сложное, объясню почему. Сейчас по одному закону рахуются афганцы, ветераны различных войн, ветераны, многие там, которые еще, знаете, которым 60, 70, 80 лет. Понятно, что идет сейчас война, в которой участвует нынешнее поколение, участвуют многие представители старшего поколения. И выделить их в отдельный закон, это достаточно сложно. Это нужно настолько серьезно и много провести переговоров с разными социальными группами, с этими ветеранами, чтобы не было массовой обиды, не было массовых возмущений. Поэтому мы создали с представителями жен, матерей, погибших, пропавших без вести, живых, слава Богу, рабочую группу, проводим переговоры по этому закону. И как только мы сможем, не ранее, не обижая других ветеранов, выделить это в отдельное производство, мы тут же внесем это в парламент. Большое спасибо, что все вы пришли. Очень часто говорят, знаете, люди, что все уже никому ни во что не верят, что все опустили руки, что по телевизору зомбируют население, что ничего не будет. А я не верю. Потому что, знаете, после того, когда видим, что сделали хлопцы на Майдане, после того, когда мы видели, что делали хлопцы на фронте, после того, когда я смотрю на вас, я понимаю, что Украина не Россия. И что родилось новое поколение, которое поддерживает людей более старших, которые все борются с Украиной. Я верю, я оптимист, я уверен, что при нашей с вами жизни, при жизни старшего поколения, мы все-таки получим ту Украину мечту, ради которой хлопцы умирали. Еще раз спасибо, низкий поклон родственникам. Слава Украине! Мы желаем славу! Я вернула! Спасибо! 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 Спасибо!